Всем привет! Продолжаем смотреть обзоры напитки спортивного питания. Вновь у нас песто-соусы. Вот такие вот, от Клевера. Клевер фирма довольно известная, реализуется у нас в городе Москве и в России, я не знаю, это еще в магазинах Билла. Вообще она есть во всей Европе, в магазинах в Германии и в других странах Евросоюза. Популярная, является дешевым продуктом. В принципе, большинство товаров в качестве, но есть много, откровенно, дерьма с ужасным составом вкуса. Касаемо соусов. Пробовали мы уже соус базилика, томатный, для пасты. Очень понравился, в принципе, недорогой. Обзор есть, посмотрите в комментах, ссылка будет. И вот следующий вот, это песто. Песто-соус от Клевера. Вот такая вот баночка у нас. 190 грамм. Здесь у нас, как я сказал, она европейская, да, здесь у нас получается, она изготовлена у нас, ребята, сейчас скажу где, в Италии. Производлена в Италии, но она идет для рынка другого, в Братиславе. Поэтому, смотрите, в составчике, и, описание этого, у нас другой язык. Видно? Да? Ну, у нас есть нотация. Также вот такой симпатичный дизайнчик, да? Песто. Классическая. Песто по-генуэски. Ну, что, ребята, давайте посмотрим сейчас составчик. Я прочитаю. Вот здесь, а наблюдать вы можете, да? Итак, поехали. Соус песто по-генуэски. От Клевер. Производство Италии. Это очень хорошо. 190 грамм. Я же вам буду сказать, пока читать состав. Вот эта баночка, 190 грамм, стоит 185 рублей. В принципе, недорого. Песто соусы, они дорогие. И эта цена средняя. Не дешевая, не дорогая, но все-таки ближе к дешевизме. Средняя цена такая. Надеюсь, будет вкусно. Ну, а теперь продолжу озвучивать состав. Состав у нас ходит. Базилик 46%, подсолнечное масло 33%, 6%. Кедровый орех 8%. Вот это вообще круто. Твердый сыр 4%, оливковое масло 3%, кэшью, картофельный хлопья, соль, чеснок, ароматеза базилика. Непонятно, зачем ароматеза базилика, ну ладно. Картофельный крахмал и молочная кислота. В общем-то и все. Ну, как видим, не так все плохо. Состав довольно хороший и натуральный. Производство Италия. По заказу Би. По калорийности довольно калорийная штука. 394 ккал на 100 грамм продукта. Здесь у нас 190. Из которых 4-5 грамм белка, 5-2 грамм углей, из которых 2-1 грамм сахара. Немного. И 38-9 грамм жиров. Я так понимаю, это за счет масла и орехов. Ну, как-то вот так. Охладить в течение 5 дней после в холодильнике, да, после вскрытия. Ну что, сейчас мы отварим пасту. Песто пойдет неплохо с кроликом и макаронными изделиями. Сейчас будем добавлять. Поехали. Так, ребята. Вот у нас все готово. Наши панешки и крыльчатина. Давайте добавим песто соус. Ммм, запах приятный. Вот, смотрите. Такой темненький. Отличный запах ботилика. Видно следы орешков. Видно орешки, да? Особо много не надо. Песто довольно калорийный. И, надеюсь, будет ароматный. Ну, запах вроде ароматный, вкусный. В принципе, вот такой столько на порцию хватит. Затем положим, не сливая водички, наши макаронные изделия, панешки конкретно, с подсоленной водичкой. Вот так вот бросим. Да. И нашего кролика. Ну что, порция готова. Поехали дегустируем. Итак, ребята, нужно хорошенько все это размешать, чтобы наш замечательный песто соус, запах очень вкусный, ароматный, смешался с мясом и, конечно же, с нашими микронными изделиями, панешки. Это будет все сочно, вкусно и пропитано. Думаю, достаточно. Сюда еще, пока это все впитывается, я добавлю белого перчика сверли. Обожаю перчик. Причем, знаете, перчик вот именно такой, который ты сам свежий делаешь, да, не готовый уже в мешочке молотый, а вот такой, очень ароматный. Не только вкусный, то есть реально замечательный аромат, запах. Вот так вот. Ну вот так вот. Ну что, раздевано в Италии. Клевор, это хорошее. Считается, самый дешевый бренд в Европе. И в России, в общем-то, недорого. Большинство продуктов стоят копейки. Ну, они и дерьмо. Я помню, как я брал клеворовский творог, я выбросил. Творог стоил чуть 30,5 рублей, 50 рублей, это хоть билотина, ребята. Ну ладно. Очень вкусно. Кто ел паста по-гнаесски, в общем, это классический вкус. Реально классика. Очень вкусно. Как я сказал, 2-3 чайных ложки, достаточно такую большую порцию. На порцию поменьше, достаточно будет одной. Вот это замечательный вкус базилика. Его аромат. Перчик и базилик. Шикарно. Классический рецепт. Классический состав. Натуральный. В общем-то, чувствуются орешки. Кешу я, конечно, не чувствую, но вот кедровик, да. Дям. Нравится, что он не измельченный кедровый орех. Такой крупный, когда на зуб попадается. Очень вкусный такой, не будет вкус. Ребята, очень вкусно. Реально. Обалденно. В общем-то, я не буду вас мучить. Доедать это. При вас. Просто поставлю оценку. В общем, хороший продукт от Биллы. Альтернатива дорогим песта. Хороший состав. Отличный вкус. И что мне очень нравится. Я ел песта, которые были дороже. Не такие, знаете, у них вроде вкус неплохой был, но они были не ароматные. Песта соус, это и вообще хорошая итальянская кухня. Это запах. Это все травки, специи. То есть, ты, когда открываешь, какую-то специю добавляешь, она должна очень вкусно пахнуть. Так, этот запах держался. И да, когда ты ободносишь, она ты вдохнул, ты чувствуешь аромат трав, аромат перчика. Здесь это есть. И это очень круто, потому что цена такая недорогая для этого соуса. Так вот, продолжу мысль свою. Очень ароматный, вкусный, классический, вот реально классик, классический песта соус. Идеально. В общем, денег своих полностью стоит. Отличная цена. Хороший состав, в принципе, там ничего плохого нет. Ну, есть там ароматизация, ну, ничего страшного. Ерунда. В общем, 5 баллов с 5. Недорого, вкусно и полезно. Натуральный сорта. С орешками, маслом. Отлично. Поэтому берите, не пожалеете. А, еще кто-то мне скажет, дорого. Ребята, смотрите, вы заразку банку не сидите, вы поймите еще раз. Ее надо съесть за 5 дней. И это возможно. Особенно, если вы не один. Я, как сказал, я, допустим, ее съем примерно за 3-4 раза. Да? Один. У меня просто супруга не любит песта. Соответственно, если у вас, допустим, есть дети, какие-то друзья, девушка, там, мать, жена, прочее, на семью, это вообще быстро идет. Это не дорого. 190 рублей, ну, копейки. На несколько порций. В общем, денег полностью стоит. Очень вкусно, полезно. Всем советую. А я продолжу есть эту замечательную вещь. Увидимся в следующих обзорах. Пока.